коллеги давайте начинать точность вежливость королей начнем точно можете собирать время сейчас ровно 10 00 меня зовут андрианах алексей кто не знает сегодня я попробую вам прочитать лекцию по реакциям на новизну вот у нас третий день уже первые трех дневки у нас уже завершается до 1 3 дневка мы все про новизну но вчера собирались на тренерском сборе и в общем получается что правда мы много-много проскакиваем будто бы с этой новизной не определились вообще человеческий мозг формировался несколько тысячелетий назад или много тысячелетий назад он формировался в тех условиях когда новизны было не так много наверное она была но она была другого масштаба сейчас время ускоряется событий становится много буквально обрушивается на нас информационный поток и понятно что в этой ситуации вряд ли мы можем сразу быстро справляться совсем и вот вы приезжаете на интенсив да тут новое помещение перед этим была какая-то дорога какие-то душные поезда вдруг обнаружили что ваша бунгало на берегу это бетонная коробка вместо ваших привычных домашних животных милые матрицы вместо ваших привычных матрасов какие-то жесткие сооружения и с погодой не очень и вот это вот столовка в которой мы питаемся по ценам среднего кафе городского тоже какая-то в общем довольно-таки спартанская и все это как-то надо осваивать но это не основная новизна с которой мы сталкиваемся дело в том что люди когда мозг формировался они на протяжении своей жизни за всю свою жизнь встречали максимум 100 людей 100 человек а мы тут приезжаем у нас только интенсив 100 человек и более того когда раньше встречали на протяжении жизни 100 человек эти люди не очень-то менялись а у нас люди меняются меняются очень быстро и даже те кого мы когда-то знали да и те кому привыкли от кого ожидаем каких-то реакций они ведь сейчас меняются постоянно и вот эта ситуация общественная да которая сейчас нашей стране происходит такая депрессивная я бы сказал другие слова не буду употреблять она ведь тоже что-то меняет мы тоже не знаем с какими реакциями мы столкнемся вот это количество новизны она просто обрушивается на нас и новизны очень много я иногда повышаю голос потому что мне кажется что пропадает микрофон и тогда мы сталкиваемся с разными переживаниями с разными чувствами и конечно первое из этих чувств это некоторая такая растеянность оглушенность ну вот для меня это привычное место я там на дальнем восточном интенсиве девятый раз присутствую но я допустим в первый день я опоздал на тренерский сборник ходил такой раскайфованно ужинал да такой прихожу в свой номер а там люди сидят заседают обсуждают да я выгляжу не знаю вот совершенно вылетело из головы я думаю что это как раз из-за новизны кроме новизны масса тревоги потому что опоры пока не сформированы непонятно что происходит новизны очень много и очень много неопределенности в этой ситуации неопределенности при обилии новизны до тревога как пена на гребне волны все закрывает наверняка она закрывает разочарование с которым мы сталкиваемся потому что все равно были какие-то ожидания да и мы приезжаем эти ожидания не оправдываются да и все это в этом фоне ну и конечно же одна из самых сильных социальных эмоций при столкновении с новой социальной ситуации когда вокруг так много новых людей конечно мы сталкиваемся со стыдом даже может быть не столько со стыдом сколько со страхом попасть в стыд потому что я не понимаю пока как меня висит как мне себя вести и весь мой опыт жизненный как я оказывался в новых ситуациях да как я оказывался скажем в новом классе я прихожу и там и крика и как-то я в этом новом месте ориентировался как-то я привыкал и вот эти мои паттерны мои ориентировки они во первых могут не работать с одной стороны с другой стороны у меня ничего другого нет да и они у меня включаются и поэтому это тоже такое сильное чувство которое которое в фоне присутствует присутствует обязательно и что тогда какие какие типы реакции могут быть но вообще психиатрии психологии и гештайт терапии мы тоже говорим о том что есть три типа реакций по глубине повыраженности конечно самый такой тяжелый тип реакции это реакции психотические вроде бы здесь никто с ума не сошел но некий налет психоза здесь точно есть это может очень хорошо увидеть на наших детях да вот дети которые здесь отдыхают если вы посмотрите на то что с ними происходит то дети они как раз выразитель да это нижний элемент системы который выражает все что не выражено на более высоком уровне у родителей и мы там найдем всякие всякую всякие фантастические рассказы да всякие фантастические построения всякие странные какие-то такие эмоциональные ответы и у нас не знаю у нас на тренерском сборе мы разбираем что происходит в детских группах тоже не знаю мне кажется самая интересная часть тренерского сбора когда приходит тренера и рассказывает что там такое происходит и мы понимаем что если это происходит там то это в какой-то форме находится и и выше данном уровне родителей но а если брать вот этот слой до родительский слой мы с чем уже сталкивались конечно мы сталкивались с некоторыми параноидными реакциями да когда люди начинают подозревать в каком-то особенном отношении что-то от этого разворачивать это как-то сразу реагировать а еще не сразу говорят встречаешь давно знакомого человека он какой-то не такой доходит подозрительно смотрит до стороны подозрительные вопросы задают это понимаешь что он в общем-то в себе в общем-то немножечко не в себе но все-таки все-таки я надеюсь что ярких психозов у нас здесь не будет попробуем обойтись без этого а вот гораздо более частые реакции это реакции пограничного уровня вот пограничного уровня реакции они у всех как-то принято что в жизни пограничные реакции пограничное реагирование свойственно пограничным личностям ну или или скажем так психопатом да но нормальные люди в новой ситуации в пограничной ситуации а у нас точно пограничная ситуация все поменялось место жительства окружения формат жизни вот эти пограничные реакции бывают бывают буквально у всех я попробую их описать не знаю может быть что-то упущено может быть тогда коллеги мне подскажут помогут но во-первых что-то происходит с границами с моими внутренними границами да и с моими внешними границами я попадаю в слияние собственными переживаниями и выгляжу чуть-чуть чуть-чуть таким неадекватным ну допустим вы замечаете что человек очень много говорит да и он говорит не замечая как пор какая какое впечатление его речь производит порезнуть производит на окружающих и иногда тренера останавливают гатерия парень ну хватит уже да там давай вернись на самом деле там надо дать другим место вот такая психогенная детализация будто бы моё переживание в настоящий момент она такое яркое я че я упускаю возможность замечать контекст существующего вокруг меня как в темноте в темноте если зажечь свечу то свеча очень яркая она заполняет все мое сознание иногда надо включить свет до чтобы проступили другие детали комнаты и тогда свеча кажется мне такой яркой иногда работа с переживанием таким пограничным просто просто дать время и заметить что вокруг происходит кроме того на чем мы сейчас фиксированы вот это конечно аффект аффект но вот эти самые разные чувства которые накрывают очень часто их трудно различить вот на на группах обсуждаем то что происходит для людям очень трудно дифференцировать чувства иногда они очень противоречивые человека с одной стороны рыбьет а с другой стороны он пытается себя как-то собрать и ему страшно тенденция и наружу дает тенденция внутрь ну может быть чуть позже более подробно про эти чувства поговорю а вот в плане мышления конечно же мышление пограничное мышление это мышление такое упрощенное нам хочется ясности правил и сразу возникают реакции такие реакции как черное белое там свой чужой правильно неправильно хорошо плохо и вот это вот некоторая толерантность психотерапевтическое отличие она будто бы куда-то девается и и странно было бы этого требовать потому что человеку надо на что-то опереться ему надо иметь какую-то четкую систему ценностей ну скажем моральных ценностей для того чтобы удерживаться вместе да не до этой двусмысленности и многосложности мира он конечно этот мир упрощает и тогда наша задача выйти из этого пограничного мышления заметить что все не так однозначно да у господи я это произнес ну все грустные слова назад я этого не говорил ну заметить что все сложно да все сложно и надо надо поразбираться на уровне поведения на уровне поведения пограничные реакции это некоторая такая импульсивность какое-то быстрое действие вот вы знаете наверное я бы здесь описал простые типы реакции биологических а в биологическом мире они бывают это бывают очень просто да бывают реакция вперед когда в ситуации неопределенности я делаю шаг вперед я нападаю да реакция бей да в животном мире это реакция беги да когда я маленький не могу сопротивляться но у меня длинные ноги да я быстро бегаю и реакция замри вот людям в основном в пограничной ситуации свойственная реакция замри мы не сильно энерговооруженные особи у нас там зубы не очень-то да ручки так себе ножки там тоже не сильно да ну может быть костя карпов по-другому доскрою но как-то в основном люди такие в основном более склонные замирать вот у нас эта реакция замирания она больше выражена и понятно что есть люди у которых привычная реакция реакция вперед да такая реакция агрессивная но наверное это те люди у которых был опыт побед если я там занимался всякими единоборствами если там проходил уличную такую подготовку ну наверное тогда моя привычная реакция будет такая период я буду я сяду на группу я сразу начну размещать негативные чувства говорить там кто мне здесь не нравится вот я буду поражать всех своей искренностью и откровенностью да но просто у меня такой опыт я могу на этой операции большинство людей будет замирать молчать до тушеваться и набирать какой-то энергии для того чтобы отозваться я вот помню в девяностые годы мы арендовали спортзал в школе мы ходили играть в баскетбол и в то время когда мы ходили играть баскетбол в это время на спортивной площадке перед школой местные бандиты устраивали подготовку молодняка вот я как раз помню иду с этими мечами значит один из старших учится значит юную поросль коммуникативным навыкам и он говорит им буквально следующее он говорит слушай если тебе надо с человеком говорить и разбираться значит у тебя с ним какие-то проблемы а если у тебя с ним какие-то проблемы то чуть с ним разговаривать ты подошел дал ему вот а потом разбирайся вот я так меня восхитило думаю нифига себе вот вот этого в этом сообществе маловато да вот такого рода реакции у нас в основном реакции реакции замирания и очень многие сидят напряженно вслушиваются пытаются определить они неадекватной в этот момент или неадекватной а можно мне себя предъявлять или нельзя при себе предъявлять вот у нас если импульсивность встречается на группах да то очень часто это бывает импульсивность быстро заняться психотерапией по большому счету ну да допустим срочно организовать в терапевтических группах индивидуальные сессии ну потому что это какое-то привычное дело да если мы сейчас начнем заниматься терапией а это адекватно да это профессионально понятно что там делать и вот как ни странно да психотерапия как такой тонкий инструмент вдруг становится нет местом такого импульсивного отреагирования вот и мы разговариваем но всегда это сложный процесс про сложный процесс ориентировки до чтобы люди как-то чуть-чуть больше друга поняли сориентировались разобрались ху из ху да потом уже занимались это самым психотерапией а будто бы хочется впрыгнуть да в этот процесс и встречу от начать делать ну вот если говорить о меры физиологии этого процесса тоже не могу не сказать потому что будто бы будто бы хорошо бы понимать как поустроена человек эволюционно это вот такая поздняя ступень до эволюции и у нас конечно есть все отделы мозга которые есть у всех животных до нас эволюционно созданных и понятно что всякие животные особенно высшие животные ну и те кто пониже даже на рептилии да они реагируют очень быстро и реагируют очень правильно у них все эти реакции до бей беги замри они работают автоматически и там все наработано до автоматизма вот от опознания зрительного образа опасности и неопределенности до эфферентного ответа до двигательного ответа буквально два нейрона то есть я замечаю тут же мгновенно на уровне менделевидного тела идет оценка ситуации вот этот объект который субъект который передо мной опасны не опасны сразу мгновенно идет сравнение в каких мы весовых категориях находимся да и мгновенно идет реакция эта реакция быстро тут не надо думать крокодилы не думают а как работает кора больших полушарий там нет прямых вот этих нейронных связей там нет быстрых реакций кора дает некоторую проекцию на весь этот механизм реагирования это проекция знаете как некий такой туман он конечно сгущается по мере культурного воспитания и образования но там никогда нет быстрых реакций и кора дает вот эту проекцию это скорее обещание некое обещание что если ты будешь вести себя правильно то так будет лучше а мое биологическое да в этой ситуации в пограничной ситуации подсказывает мне что мне надо реагировать быстро и поэтому понятно что что тут от нас требуется от нас требуется некоторая такая замедленность поскольку мы гештальтисты давайте немножко поговорим вот эти пограничные реакции эти быстрые реакции какими механизмами они обеспечиваются ну конечно самый первый механизм это механизм слияния понятно что это слияние первого рода да то есть я находясь в переживании выйти из этого переживания быстро не могу мне надо какое-то время для того чтобы яркий живущий во мне процесс был мною как-то осознан осмысленен да и чтобы я мог отнестись к нему из мета позиции как бы посмотреть со стороны человек я так реагирую я допустим знаю себя если я попадаю в слияние ну если привычная ситуация терапии да когда я вхожу в терапии передо мной клиенты я попадаю сильные чувства рядом с ним я сливаю с ним там у меня будто бы есть инструмент я могу остановить сенсию сказать подожди дорогой ну-ка 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 что-то такое происходит давай-ка подышим а чё собственно говоря происходит там выйти походить пойти попить или там открыть дверь балконную там проветрить подышать это мне позволяет но это профессиональный навык а когда мы находимся в такой ситуации как здесь на интенсиве этого бывает недостаточно и поэтому здесь единственное что мы можем можем понимать что не свойственный мне как любому человеку свойственной пограничной реакции могу пограничным образом реагировать я могу сливаться и мне тогда надо какое-то время для того чтобы из этого слияния выйти у второй механизм который очень сильно включен здесь мы его наблюдаем это механизм проекции уж проекции здесь развиваются на раз мы накидываем сетку проекции исходя из своего прошлого опыта на любого до человека я одел сегодня майку да здесь написано там партнерным родитель номер один я не знаю что кто мне что обо мне подумал да мне даже коллеги говорят зря ты такую майку я просто 17 группа на время выпуска подарила мне и гололобову майки вот и все поэтому это так а вообще проекция работает мгновенно и есть проекция которой мы можем разобраться и для себя даже предположить что наверное я проецирую вот наверное ну я предполагаю что ты такой там или ты такая да но у меня какое-то внутреннее сомнение есть я и бывает проекция когда никаких сомнений нет я просто понимаю что это так да и бывает такая сила проекция да мы называем его силу проекции проективной идентификации когда человек абсолютно уверен в своей проективной правоте и он настолько уверен что он эту правоту сколачивает субъекта которые сейчас под проекцией находится если я допустим тренер да я сижу на группе и участник переживает в этот момент вот эту самую проективную идентификацию и вдруг он мне говорит слушай ты ко мне относишься вот так-то и вот так-то я прям понимаю что ну да наверное ему так чуть-чуть отношусь я испуганно ловлю себя что будто бы это во мне есть то есть он так сколачивает эту проекцию в меня я потом мне надо посидеть немного подышать и в себя подумать господи какого фига нет ничего такого нормального нет у меня никаких таких сильных чувств и тогда тоже надо время да чтобы из этой проекции выйти как-то ее подвинуть эти проекции свойственны этот механизм работает универсально он работает у клиентов он работает у терапевтов терапевты очень часто проективно что-то видят свои клиенты достраивают картину мира да кстати получили какую-то информацию и от этого уже выводы почти какие-то готовые эти выводы опираются на их собственный опыт насколько они адекватны бог вот знает конечно здесь начинают работать все и всяческие интроэнты то есть мы точно начинаем понимать как должно потому что нам эта опора нужна и менее часто не исследуем да а мы просто понимаем что вот этот атак до черта черная белая-белая то самое пограничное мышление которое опирается на интроекты а интроекта и не случайно нас долго учили нас выучили мы что-то запомнили и не готовы каждый раз исследовать на что мы можем опираться понятно что на них понятно что на интроект ну и конечно тут светит ретрофлексия то есть как только энергия сдержанна как только я опасаюсь пойти в контакт как только я удерживаю себя стыдом скажем дари страхом скорее страхом стыда для того чтобы от того чтобы разбираться начинают ретрофлексивные всякие симптомы вот вчера я заметил себя у меня на группе в какой-то момент начала болеть голова а потом высказывается участница у меня проходит головная боль и я даже не могу объяснить то есть для меня явной связи нет но факт факт умеется или в какой-то момент когда процесс идет становится вдруг каким-то вязким будто бы правильным каким-то вязким начинаю замечать у себя какие-то симптомы да какую-то скованность в области челюстей я думаю что часть тех болезней которые здесь у нас развиваются особенно в первые части энергии этих болезней это конечно психосоматическая энергия когда вот эта сложность таким образом по механизму конверсии до механизма психосоматического реагирования она начинает играть в наших телах и тогда кого-то начинает тошнить вот обостряется старый морячек вот у кого-то слабо местечки до начинается расстройство вот сегодня я дам слово врачу у нас тут слава богу из врачей да врачом короткую даст носочку что здесь бывает реально и как с этим реальным бороться буду заглядывать шпаргалку что в этой ситуации что в этой ситуации новизны делать опять же что делать вот вопрос я уже говорил что наш бог это это бог времени да это хронос то есть мы опираемся на время если много новизны если эта новизна накатывает то я понимаю что мне надо время для ориентировки вот я точно понимаю если я сильно вошел в какой-то процесс если у меня сильные переживания ну допустим мой мое время ориентировки и выходе из этого сильного переживания это все-таки сутки или по крайней мере переспать с этим если я с этим пересплю то на утро все может показаться не таким уж ужасным и не таким свирепо бодрствующим это чувство будет и когда люди делают резкие движения допустим там люди приходят все ужасно я заболел я завтра уезжаю с интенсивом мы все договорим слушай ну задержись мы переночусь да там попей таблеточек давай утром переговорим и по вечеру мудренее ну даже когда с ним разговариваешь с таким человеком там же все механизмы вот этой проективной идентификации работают да и он тебе говорит что с ним происходит это прям понимаешь ну да лучше бы этому человеку уехать а потом такой вышел из-за разговора с ним господи такого черта почему так подышали успокоились в этом плане хорошо опираться на коллег коллеги потихоньку подходят немножко тупят чего того где на самом деле происходит такое растягивание ситуации вот это пограничное упавшая в тебя начинает не так ярко играть у тебя появляются контексты ты начинаешь понимать что-то и потихонечку выходишь из этого влияния время я думаю это самый главный ресурс ну есть конечно ресурсы телесные я знаю что здесь есть люди которые занимаются телесными практиками большое вам уважение респект я к сожалению не занимаюсь этими телесными практиками вот я эмоциями достал заниматься после 50 чуть-чуть четкий параник понимать потому что телесные практики куда-то вот но кроме вот этих великих телесных практик каких-то медитация там йога а вот какое-то двигательное отреагирование в форме каких-то упражнений прекрасная зарядка которую проводят ребята до волшебная элеонора которая на каждом столбе здесь висит это тоже все хорошо это способствует значит отреагированию вот есть очень простые какие-то вещи простые вещи с осетинскими фамилиями известные осетинские фамилии сижу ли я и дышу ли я сижу ли я вот сел и посмотрел а правда я сижу как мое тело расположено на стуле опираюсь ли я ногами опираюсь ли я спиной опираюсь ли я попой что сейчас со мной мне удобно или неудобно да и устроюсь поудобнее вот это просто замечание себя самого как я в данный момент расположен в пространстве она позволяет как раз выйти из этого накатывающего эффекта и останавливает от каких-то импульсивных реакций ну дышу ли я это вообще это высший пилотаж заметить свое дыхание обратить внимание что я затаился или я дышу слишком часто вот или мне как-то перехватывает горло отрегулироваться чуть-чуть посмотреть чтобы у меня был выдох подлиннее вот опытные терапевты которые 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 листники вот я работаю со светлыми скорчок у нас здорово этим всем владеет она начинает обращать внимание на телесные проявления вот иногда думаешь что ты блин опять про это тело разговариваешь а вот пока нас про это тело разговаривать что-то происходит происходит некоторые успокоения глядишь человек уже в другом состоянии у нас будто бы появилось время некоторое время для ориентировки конечно же таким ресурсом против пограничных реакций является диалог если все-таки я выхожу в диалог с тем человеком который может меня слышать который склонен меня слышать который будет меня слышать и это на самом деле редкое удовольствие поговорить с человеком который сейчас меня слушает не просто присутствует а слушает я вот недавно встречался с детьми мы собирались и семьей на нейтральной территории за пределами рф и приезжали там старшие дети внуков привозили младшие дети подтягивались вот я обратил внимание что мы провели вместе скажем неделю но на самом деле поговорить мне удавалось с ними лучше на расстоянии по ватсапу чем когда мы вместе собрались и сидели и все вместе они подсаживались ко мне и они ничего-то рассказывали вот я прям понимал в этот момент что я работаю психотерапевтом я сидел такой да ну да здорово а он значит так сказать разговаривая разговаривая не договаривая ну примерно накидал да чему надо побежал дальше какое-то диалог да а вот когда мы по ватсапу разговариваем там есть время десять минут но смотрим друг на друга выясняем а есть время нет тебе время давай поговорим давай поговорим и там как-то по-другому получается смешно но по факту именно так ну и здесь есть волшебная возможность побыть в диалоге с человеком который правда для тебя сидит в диалоге ну во первых это терапевт если вы в клиентской позиции терапевт для этого и нужен он правда для вас он правда про вас если он не торопится с какими-то умозаключениями и выводами и накладывает и не накладывает какие-то быстрые решения это могут быть волшебные решения из серии там семейной системной терапии да и из расстановок или там из не знаю а все понятно тут треугольник да этот треугольник карпана значит контроля ля 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 вот тут ты значит спасатель тут вот вот если этого нет а идет реальный диалог с разбором причем вы ориентируетесь правда что в данный момент интересно правда имеет значение для вас то тогда это конечно волшебное место где можно выйти из этой суеты из этой новизны и переработать эту новизну наиболее оптимальным образом вот ну или или ресурс группы вообще группа как большая материнская фигура где вы можете реально опознать свои чувства и выразить и попросить обратное связи попросить отклик и вы можете попросить отклик методом такой ковровой бомбардировки а скажите мне кто то что чувствует а можете попросить и не дойдunuz glida вот увидели человека человек на который вы можете опереться и вы можете сказать что с вами происходит и попросить именно это человека об этом самом что он в пояту по на Aristarmo думает переживает как что он может вам ответ сказать и может быть когда это будет что-то такое продвигающее ну и в конце концов вы здесь в сложных ситуациях в пограничных ситуациях вы можете обращаться сюда в оргкомитет не злоупотребляйте этим постарайтесь пользоваться сначала терапевтами своими супервизорами да и своими тренерами группах но можно и сюда может и в оргкомитет мы с вашими пограничными реакциями можем как-то поразбираться и здесь хорошо работает принцип коллегиальности да то есть один человек вам дает ответ это это одно а вот когда собралась там двое-трое и такие поразмыслили ну тогда тогда в общем если есть надежда чтобы вы будете услышаны поняты это будет должным образом оценивать ну конечно в пограничных ситуациях мы можем опираться еще и на структуру и у нас есть структура интенсива у нас есть форма работы на интенсиве у нас есть какие-то правила то которые выработаны они вырабатывались очень долго интенсивом очень много лет у нас дальневосточный это 10 дальневосточный а до этого длинная история интенсива эти правила не случайно возникали если они возникли они не на на ровном месте это все написано я бы не сказал кашКровку да но это написано пограничными в реакциями участников это создано для того чтобы миновать и те самые пограничные реакции существ если что-то организовано таким образом не другим это не случайно не надо менять правила не надо придумывать мы años надо Надо подумать, поразмышлять и постараться опереться на эти границы. Если бы дело только ограничивалось психотическими и пограничными реакциями. Но у нас еще есть так называемые невротические реакции. И мы, как своего невроза каждый, у нас же есть свои какие-то невротические паттерны. У нас еще возникает и свое собственное невротическое реагирование. Но я думаю, в этом месте вы знаете себя. На что вы гораздо, на что вы готовы. Но я знаю, что у очень многих людей возникают астенические реакции. То есть кто готов реагировать астеническим образом, это запросто. Реакция по типу неврастения. Вдруг вы заметили, что у вас нарушился сон. И вы никак не можете прийти в себя. Это какое-то возбуждение. Или наоборот, вас рубит. Выключает или там, не знаю, зависает. Вот моя, допустим, типичная невротическая реакция, я ее хорошо у себя знаю. Это реакция такая депрессивная. Когда мы разговаривали с коллегами, мне коллеги подсказали, что вообще сейчас фон довольно депрессивный. А у меня, я ловлю себя, что в ответ на многие вспышки, на многие какие-то аффекты, на многие погоничные реакции у других людей, я часто реагирую грустью. Вот смотришь на человека и думаешь, как печально, что это так. Как печально, что это так. Как печально, что что-то не сложилось. Реагировать бы как-то по-другому, более бодро. Ну нет, не могу. Печалюсь и грущу. Люди радуются, я грущу. Чего грущу? Умрем скоро, да? Вот так вот. Не знаю. Но это мое. Мой невроз. Ну и, конечно, невротическая ретрофлексия, я уже не говорил, ее можно рассматривать как защитный механизм в рамках пограничных реакций. Но если вам свойственны какие-то психосоматические реакции, ретрофлексия, что-то у вас начинает болеть, что-то начинает щенить. Ну, обратите на это внимание. Потому что если есть какие-то телесные симптомы, то значит точно вы затронуты глубоко. Это значит реагирует тушка, реагирует ваше тело, и этому надо уделить должное внимание. Ну, заявите об этом, попросите об этом сессию, поисследуйте этот симптом вместе с своим терапевтом, поисследуйте симптом на группе вместе с вашим тренером. Это может быть очень интересно, это может быть очень нелогично, но об этом много правды. Ну и, конечно, последнее, что я хотел бы сказать. Используйте ресурс отдыха. Я понимаю, что вот мы едем сюда, я еду на море, я редко езжу на море. Ну, конечно, я там беру с собой, кто-то сап берет, кто-то скутер, кто-то там намерен обнырять все прибрежные воды, выловить всех тут гребешков, мидий. И, так сказать, оторваться по полной программе, но я не знаю, я не знаю. Может быть, поразлагаться на диване, это в какой-то момент очень полезно. Вот просто побатониться, дать себе время, дать себе для выдоха. И, может быть, я в каких-то ситуациях не приветствовал бы залипания в синих экранчиках, да? А иногда залипание в синих экранчиках – это самое лучшее, что можно для себя сделать, да? Посидеть, посерфить, посмотреть какую-то ерунду, как там кто ножками крутит или как там кто-то с рукавой прыгает. Ну, в общем, мы как бы вот всякую велимерду, да? Иногда надо. Самое главное – найти диван. Самое главное – найти диван. Да. Самое главное – добавить. Ну, вот видите, какие проблемы всплывают. Нет дивана. Нет дивана. Но есть стулья, да? Можно на стулья и удобно сесть. Здесь хорошая сеть, слава Богу. Вы не пренебрегайте отдыхом. Вот у нас завтра будет целый день отдыха. Ну, пожалуйста, проведите его максимально бережно в себе. Если почувствуете изнутри энергию как-то отрываться активно, да? Ну, ради Бога, я вам завидую, значит, вы такие энергичные, активные люди. Ура! Ну, а если нет, ну и ради Бога, можно просто выдохнуться, поспать, поваляться, покупаться, я не знаю. Как-то так. Ну, основные вещи, о которых я хотел сказать, я их вроде бы произнес. Может быть, у вас есть какие-то вопросы? То ли я не спургую, у вас нет вопросов. Я буду считать, что я так все подробно и хорошо вам рассказал, что, значит, у вас вопросов не осталось. Тема была разобрана полностью. Так, почитаем. Спасибо вам большое за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ